И также тут еще один вопрос. А почему так выйдет, что призыве нужно будет что-то терпеть, терпеть какие-то неприятности? Можно же просто призывать вот с улыбочкой, толерантностью, принятием и так далее, как делают некоторые американские призывающие, Умар Сулейман и ему подобное. Потому что это не пророческий призыв. То, чем они занимаются, это не пророческий призыв. Вот это только одна сторона, только улыбка, только милость, только принятие. Это не пророческий призыв. Потому что ислам это религия справедливости, а не религия улыбки. В исламе есть сторона мягкости к тем, кто не знает, к тем, кто ошибается, к кому надо донести. И есть сторона жесткости тем, кто противостоит, тем, кто упорствует и так далее. И передал маму муслим в Сахихе то, что пророк, да Бога Святого Аллаха, приветствует, сказал Буисту бессилетель архам. То есть Аллах меня послал, чтобы соединять родственные связи. И разрушить идолы. И чтобы поклонялись лишь одному Аллаху, не предавая ему ничего в сотоварищи. Ислам не пришел с толерантностью и принятием. Ислам пришел с толхидом. Ислам пришел с возвеличиванием своих убеждений. С объявлением и считанием их истины. И такфиром последователей всех остальных религий. Пророк, да Бога Святого Аллаха, приветствует, сказал Пророк сказал, не войдет в рай никто, кроме мусульманина. Пророки из других народов, они были на исламе. Просто другие законы уважения, поклонения и так далее. Но они были на единобожии. Религия пророков одна. И так же передается то, что ворока ибн Науфель, монах, когда он увидел пророка, то есть монах, который был на единобожии, из последних христиан, которые были на нем. Он сказал, ой, если бы я был с тобой, когда они тебя будут изгонять. И пророк сказал, а вам ухриджиия? То есть они меня что, будут изгонять? И ворока ибн Науфель сказал, каждый, кто пришел с тем, с чем ты пришел, и с ним изгоняли, и с ним враждовали. Каждый, кто пришел с этим, с ним враждовали, и его изгоняли. Почему? Потому что ты приходишь к обществу, которое прибывает на куфре, прибывает на ширке. И ты говоришь ему, ты не говоришь ему, у меня есть вот такая точка зрения, а у вас такая, баракова фикум. Нет, ты говоришь ему, ты хочешь спасти их от огня, ты хочешь их вытащить из этого, хочешь, чтобы они перестали поклоняться творениям и стали поклоняться тому, кто создал творение. И ты им говоришь, ислам это истина, а то, на чем вы, это ошибка и ложь, оставьте это. Естественно, это будет вызывать негатив, естественно, это будет вызывать неприязнь у гордецов, у гордых людей, которые не принимают истину. И поэтому они будут враждовать, будут пытаться изгнать и так далее. А человек, который у него только улыбки постоянные эти голливудские, это не пророческий призыв. Я не говорю, что надо на всех нападать, на всех с агрессией и так далее. Нет, призывай, достойно призывай. Кого надо мягко, кого надо, где надо жесткость, жесткость. Но не размягчая основы религии, они пишут статьи Хамза Юсуф, там мне недавно попалось, кучу наворотил всякой ероси, чтобы доказать, что он не может это доказать, намеки дать тем, кто читает его из невер, то, что христиане не каферы. Ну, если они не каферы, дружище, зачем ты их вообще тогда призываешь? Оставь людей в покое. Если все религии, это пути к Богу равноценные, оставь людей в покое, что ты до них докопался? Пусть занимаются экономикой и прочее. И так, там, атеист в рай войдет, христианин в рай войдет, мусульманин в рай войдет. То есть, зачем тебе, то есть, зачем тебе это все? Вот там, шафиты и ханболиты, они что, друг друга яростно призывают, там, эй, там, путь имама Ахмада, это заблуждение, будь шафиитом. Нет. Почему? Потому что, то есть, у них одни основы, и они все считают, то есть, то, что, как бы, мы считаем, что мы правы, но, возможно, мы ошибаемся, а правы вы. Фикхи, да, вот так. А они хотят это сделать с религиями. Все религии и пути к Богу. Ну, мы, вот, мусульмане, считаем, что у нас чуть лучше, но у вас тоже все хорошо. А да, ставь тогда людей в покое, чего ты до них докопался. Это все, то есть, это, помимо того, что это вообще разрушение религии и куфр, это аннулирование призыва. Вот это вот толерантность и прочее. И слам с этим не пришел. И кто почитает Коран, поймет это предельным образом. Коран весь от начала и до конца он с возвеличиванием талхида и порицанием ширка. Но люди, субханаллах, они отклонились от отцов Всевышнего Аллаха и оставили этот Коран и идут к чему-то другому. На этом закончим этот урок. Ва саллаху ма аля набиина мухаммадин ма аля алейхи ва салмахи ва салям.